Брат Михаил, ты здесь? Да, здесь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым оком», том 9. «Падут враги». Псалом, 90 стих 7-8. «Падут подля тебя тысячи и десять тысяч одесною тебя, но к тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». У людей такое понятие. Если написано, то все переводчики переведут одинаково. Ни один, хотя бы сто переводчиков было, не переведет полностью сходно с другим. Смысл сохранят, да. Один говорит, и львы просят о добыче, а другой говорит, и богатые нуждаются в помощи. Но львы – это и есть богатые, потому что их пастбище – это ваши пенсии маленькие, это ваши доходы. Они пасутся на вас. «А вы – дикие ослы. Они вас пожирают. Падут подля тебя». Я не буду брать толкование Златоуста и других толкователей псалмов, а посмотрим по Священному Писанию, как понимать на сегодняшний день. «Для меня самое важное в толковании, чтобы Священное Писание заговорило с нами. Сколько псалмов читается в Церкви. Если бы они нас судили, ни один из нас бы на суд Божий не пришел бы. Если бы мы это суждение Божие о нас приняли и исполнили, оно судит». Кому же относятся эти слова? «Возле кого падут тысячи, а десную – десять тысяч?» Впереди первые строки говорят так. «Живущий под кровом Всевышнего, под Сенью и Всемогущего покоится». Это речь идет о таком человеке, а не о каждом. «Преступники накупили пояса, на которых написано «живые помощи». И они в этих поясах идут на разбой, чтобы их не поймали. Люди собираются на войну, тоже бумажки с псалмом 90-м в кармане. Это оберег языческий. И ничего в этом божественного нет. Священное Писание имеет силу тогда, когда одухотворяется человеческим духом. Падут подле тебя. Где подле? Спереди, сзади. Но только не справа. Справа – десять тысяч. Что такое правая сторона? Правая – это равная или властная. Евреям 12, 2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел одесную престола Божия. Речь идет о Христе. Муж стоит с правой стороны от жены, когда венчается. И все время правая сторона означает правая. И вот сейчас говорят – правые силы победили. Коммунисты согласились с тем, что они левые. Здесь, сейчас так и пишут левые. Господь скажет стоящим на левой стороне – отойдите, проклятые, в огонь вечный. Не знаю вас. Уже сегодня открытым текстом это все пишется. У евреев есть проклятие – накладывается еврейский херем. У нас анафема – отлучение. 108-й псалом – самый грозный, страшный псалом. И говоря о враге, Давид говорит. Псалом 108, стих 6. Поставь над ним нечестивый, дьявол достанет одеснув его. С правой стороны всегда Господь. А я хочу, чтобы у него дьявол стоял. Дьявол все время с левой стороны. Он ходит, как лев, рыкающий, ища кого поглотить. А правая сторона охраняется ангелом-хранителем. Тут Господь. Молитва против врага не оставляет ему охраны и с правой стороны. По-славянски звучит так. И тьма одеснует тебя. Это тот псалом знал, наверное. Я этот псалом знал, наверное, с пяти лет. Может, чуть раньше. И когда приходилось ночью проходить через кладбище, я особенно внимательно читал. Потому что тьма вокруг. А вдруг мертвец выскочит. И что интересно, даже не понимал правильно, а тьма, это в переводе на арифметические данные означает десять тысяч. Легион сто тысяч. И Господь сохранял. И по этой вере детской слабой подавал защиту. Давид, когда писал псалтырь, то знал ли, чем закончит псалтырь. Псалом 109 стих 4. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Рукой его двигал Дух Святой. Говоря о Мелхиседеке, что по чину его будет священник. Пророки хоть бы что-то разъяснили. Только Павел в послании к евреям едва касается этой таинственной личности. Автор псалма написал про Мелхиседека. А потом, может быть, стоял и смотрел. Как пишешь стихи, как озарение, а потом смотришь. Да нет, это не мое. Даже авторство не хочешь признавать. Десять тысяч пойдет с правой стороны. Давид, ты один выходил на войну. Речь идет о тех, кто с тобою. Не надо понимать так, что с этой стороны тысяча, а здесь десять тысяч. Когда Давид выходил на войну, то вокруг него стояли воины. И добавляется, что они в волосинку попадали броском камня. Судьи, 20 глава, 16 стих. Из сего народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши. И все сие, бросая из прощей камни, волос не бросали мимо. И здесь, рассматривая свое положение, может быть, в пещере, в горах, приходит к выводу, что живущий под кровом Всевышнего, под этим кровом пещеры, он недоступен для врагов. Но самые опасные во множестве враги справа, те, которые показывают себя уропатриотами. Слишком православными называются лжебратьями, которые живут под лжесмирением. Хорошее слово, но впереди три буквы лже. Галатам 2.4 А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем в Христе Иисусе, чтобы поработить нас. И они справа нападают, оккупировали первую апостольскую церковь, говоря, что недостаточно Христа для спасения, а надо еще и людей обрезывать. Они не гибели желали, они святее Папы Римского все были. Деяние 15.1 Некоторые, пришедшие за Иудею, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И Павел обязан был объявить им войну. Враги вторглись в церковь. Если вы их будете слушать, стоящие здесь, вы останетесь без Христа. Галатам 5.4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати. Спрашиваем, зачем нужно было входить в этот позорный конкордат с властью? Спасти церковь хотели. Они же церковь спасали. Не свою жизнешку жалкую. Нет. Все это такими благовидными причинами было обставлено. А сегодня этих соглашателей с безбожной властью в святые продвигают. Падут 10 тысяч с правой стороны. А десную, те, которые правыми себя считают. А мы для них раскольники. Они все считают, что мы с левой стороны стоим. Они пытаются сегодня нас, наше состояние перевернуть. Но верным обещано, что они будут видеть возмездие нечестивым. Видеть не означает глазами видеть. Зрение означает разумение, говорит блаженный Фейфилакт. Евангелие от Луки 11.34 Светильник тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Тогда ты правильно будешь разуметь события. Псалом 72.17.18 Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не извергаешь их в пропасти. Как они запутались с этой властью. Куда они все попали. Как нечаянно они пришли в разорение. Какое? Нравственное разорение, падение. Нам читать страшно в газетах, что с ними делается. Они не понимают, когда что-то из Библии им говоришь. Они слово Божие намертво отвергают. Не слышат его. Я говорю, опираюсь на сорокалетний опыт свой. Библия явилась сегодня для русских людей забытой, совершенно ненужной, да и заброшенной книгой, как предсказывал Вольтер. Господь нас убеждает, чтобы мы вникали в закон Божий, сравнивали все, что делается теми, которые благими намерениями вымощивают дорогу в ад. Апостола Павла они тоже запинали не один раз. И так, что он даже было склонился на их сторону. И Павел говорит, Галатам 2 глава 11-13 стихи, «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Какую чудную свободу отстоял нам апостол Павел, что этих стоящих справа, которые подправить пытались священное писание, и он осадил вовремя. И мы можем теперь опираться на эти слова и говорить Галатам 2-6. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лица человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Каким бы опытом, традициями они не пытались сегодня доказывать, что они правы, правее правого, но падут десять тысяч одесную тебя, но к тебе, к твоему сознанию, пропитанному священным писанием, не приблизиться, когда ты будешь молиться. Слово их проверяй по писанию, сходится ли. Посмотри, чтобы вместо пастыря волка не приняли». Для нас наступил этот тревожный момент. Читая молитву «Живущий под кровом Всевышнего», так называемую «живые помощи», нужно посмотреть, кто одесной у нас оказался. Кто нас считает уже на левой стороне стоящими? Они считают себя выше всех. И чтобы мы склонились перед ними и приняли их учение. Спасать ложью церковь. Да не будет этого с нами. И ты будешь видеть. Давид скажет, «Я до конца не видел падения Иерваама». В царстве Божьем ты это увидишь, потому что наша жизнь не заканчивается этой жизнью. Хотя бы в этой жизни ты получил смертельную рану. Иногда враг идет в лобовую атаку. Нападает слева. Иногда прикидывается ангелом света справа. Всюду опасность. Но мы, читая «Живущий под кровом Всевышнего», каждый раз будем медленно пробираться по этим стихам и говорить, «Господи, Ты еще позволил мне порадоваться спасением Твоим», как Иов говорит. Иов, 30 глава, 12 стих. С правого боку встает это исчадие. Сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. Легко ли было Давиду услышать обвинение, что он замышляет убить царя? Легко ли было Иерониму Стридонскому, который боролся за чистоту православия, как Дионисий Александрийский, а их самих обвинили в ересе. Сознание народа было темное. Еретиков почитали православными, а православных – еретиками. Приходят к Никите святому, который сидит в узах. Свои игумены убеждают, один раз с патриархом Феодотом причастились, ибо единство Бог требует. Мы же за единство, в союзе мира все. И он один раз причастился ради правых, которые справа стоят. А потом вышел и слышит внутри себя голос совести. Не рядом тысяча, не десять тысяч, а внутри. Один победил его голос, говорящий. Я не прав. Я вошел в союз с нечестивыми. Он вышел и говорит, отрекаюсь от того, что я сделал, подписал. И снова его арестовали и казнили. У нас есть впереди опыт таких людей, как Феодор Студит, как Максим Исповедник, которые не шли ни на какие компромиссы в вопросах веры. И при том на компромиссы зовут нас не коммунисты слева, от которых рычание раздается, а стоящие справа. И хотя бы их десятки тысяч было, они падут от того, кто живет под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Мы волю Божию можем узнать только из Священного Писания. Мы снова склоняемся к тому, что Бог будет судить по нему. Давид оставил нам этот чудный псалом не для того, чтобы мы его только бездушно повторяли, но читая, проникались и верили. Хотя бы ты был один, а тут десять тысяч. Но все они падут. А ты очами духовными смотри, что конец их будет тот, что они пойдут на дальнейшее отступление. И как у Лаврентия Черниговского написано, что патриарх православный будет венчать Антихриста. Это отступление не в один же день произойдет. Сегодня для нас день испытания. Мы пятимся пока, держимся. Но до тех пор, пока не увидим, что черта подведена. Дальше они требуют явно небожественного. Сегодня мы только приглядываемся и замечаем, да увидят очи нашей падения нечестивых замыслов. А верным своим Господь додаст силы возрадоваться в Боге. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok